Здравствуйте, меня зовут Георгий из технопортала Digitarg. И сегодня у нас на обзоре сразу три новинки от фирмы Samsung. Новая линейка Galaxy S10 и три телефона S10e, S10 и S10+. Давайте поближе с ними познакомимся и посмотрим, чем они отличаются от предыдущих версий и чем они отличаются друг от друга. Итак, начнем с версии S10e. Это самый маленький вариант, самый начальный. Выглядит он таким образом. Отложим пока телефон в сторону, посмотрим, что у нас предлагается в коробке. В коробке у нас адаптер Fast Charging, то есть быстрая зарядка. Также у нас адаптер USB Type-C на обычный USB Type-A. Провод зарядки черного цвета и наушники АКГ. Давайте посмотрим, с каким разъемом. Здесь у нас 3,5 мм выход. Соответственно, у телефона тоже остался этот выход. Да, все так и есть. Но есть еще в крышке, оказывается, у нас тут спрятана инструкция таким образом. И на этом все. Давайте подробнее посмотрим на сам телефон. Спереди у нас, как мы видим, одна селфи-камера, и она встроенная прямо в экран. Когда телефон мы включим, увидим, как это выглядит. Сбоку у нас кнопки громкости и Bixby. Снизу Type-C выход и выход для наушников 3,5 мм. Также динамик и динамик стерео. То есть два динамика работают как стерео. И с левой стороны кнопка включения вместе с датчиком отпечатка пальца. Для Samsung это новая технология. Ее мы тоже с вами испытаем. И включим телефон. Итак, этот телефон у нас поставляется с памятью 128 гигабайт. То есть довольно-таки много. У кого-то в компьютерах бывает меньше, а тут в телефоне 128. Давайте посмотрим еще, где у нас тут сим-карта. Есть ли там выход для карточки памяти. Потому что, как мы знаем, некоторые телефоны ставят такую функцию, а некоторые нет. Samsung всегда радовал нас тем, что помимо внутренней памяти там всегда была microSD-карточка. Да, все правильно. Можно либо две сим-карты вставить, либо одну сим-карту и microSD-карточка. Также мы видим, здесь есть уплотнители. Это значит, что телефон поддерживает влагозащиту по стандарту IP68. От грязи, пыли, что опять же очень удобно и практично. Телефон включился. Сразу мы видим экран. Он расположен практически на всю площадь самого телефона. Здесь у меня также есть S8. Мы можем сравнить, насколько их экраны отличаются. Здесь мы сверху видим рамку и снизу тоже. А в этом телефоне практически все занимает экран. Что опять же очень удобно и практично. Сейчас мы его настроим. Согласимся со всеми инструкциями. И ближе познакомимся уже с тем, как он работает и какие новые функции предлагает Galaxy S10e. В первую очередь, что я уже сказал, отпечаток пальца в кнопке включения. Сейчас мы его с вами настроим. Для этого несколько раз пальцем прикоснемся. К экрану. И рисунок показывает, что надо просканировать свой палец на этой кнопке. Что мы и сделаем. Так, палец надо ставить разными частями. Чтобы телефон запомнил и тогда быстрее реагировал и включался. Так, давайте посмотрим. Мы сейчас настроили включение по пальцу. Я подношу палец. И телефон разблокируется. Пробуем еще раз. Даже не надо кнопку нажимать. Просто палец ставите и он разблокируется. Раньше Samsung встраивали отпечаток пальца сзади. Что было не всегда удобно. Если телефон лежит таким образом, то его не разблокировать. Сейчас достаточно поставить палец. И он легко разблокируется. Так выглядит стартовый экран телефона. Используется AMOLED-экран. Известный, самсундовский. По первым ощущениям, очень приятная картинка. Никаких пикселей не видно. Экран достаточно яркий. Его видно будет в любых условиях. Давайте перейдем к следующему телефону. С10 и посмотрим, отличается ли комплектация у этого телефона. В коробке, в принципе, все то же самое. Единственное, белого цвета. Если здесь у нас все было черного цвета, здесь у нас поставляется в белом цвете. Также само наушники, кабель питания, быстрая зарядка, адаптер. Теперь возьмем в руки S10. Чем он отличается от S10E? Чуть-чуть больше экрана, в первую очередь. Но если мы смотрим на заднюю сторону, разный цвет, это понятно. И здесь у нас два модуля камеры, здесь у нас три модуля камеры. Давайте включим этот телефон. Также, в отличие от S10E, в этом телефоне, помимо 128 ГБ, также представляется 512 ГБ, что еще больше и намного больше видео в формате 4К или ваших любимых фотографий может там находиться. Также давайте посмотрим на S10+. Это флагманская модель, самая топовая, самая мощная, с еще большим экраном. И что мы также видим? Здесь у нас один глазок камеры, в S10+, у нас двойная селфи-камера. Поверяем сзади, три камеры сзади. Обычная, зум и широкая. Широкий угол дает 123 градуса. Комплектация аналогичная. Белый цвет, наушники фирмы АКГ, кабель питания и быстрая зарядка с амсом. Теперь перейдем поближе к S10. Как вы видите, кнопка включения у него такая, как была раньше. Вы спросите, где теперь отпечаток пальца. А теперь отпечаток пальца впервые встроен у нас прямо вовнутрь телефона, под экран. Сейчас мы настроим и покажем, как эта система у нас будет работать. Насколько быстро, насколько удобно и в чем ее отличие. Так, здесь вы видите, появляется значок, где мы должны просканировать свой палец. Именно в этом месте при прикладывании пальца будет включаться или разблокироваться наш телефон. Итак, мы добавили отпечаток пальца. Давайте посмотрим, как вся эта система будет работать. Выключаем экран, кладем палец и экран разблокировался. Так, пробуем еще раз. Как видите, система работает довольно быстро и удобно. Так, теперь пойдем к третьему телефону S10+. Можно поставить все их три вместе, чтобы посмотреть разницу. S10E, S10, S10+. Как видите, размер разный. Здесь две камеры. В этих двух моделях по три. Что касаемо модели S10+, то здесь помимо 128 гигабайт, 512, есть также 1 терабайт памяти. И дополнительно можно вставить microSD-карточку, увеличив тем самым объем еще больше, если вдруг вам это понадобится. Либо вставить две сим-карты. Давайте включим также его. так, что касаемо селфи-камеры впереди, насколько она мешает. Честно говоря, на первый взгляд вообще не мешает. То есть информация вся видна и никаких неудобств это не создает. Зато экран у нас на всю площадь то же самое S10+. здесь камера двойная. Здесь, конечно, она немножко больше места занимает, но опять же это не сильно бросается в глаза. Также все эти три телефона поддерживают беспроводную зарядку, как и предыдущие флагманы Samsung, но фишка этих новых флагманов в том, что они помимо того, что сами могут заряжаться без провода, могут заряжать и другие девайсы беспроводным образом. Для этого надо включить в меню функцию Wireless PowerShare и, как мы видим, один телефон можно подставить к другому. Сейчас мы с вами это попробуем. И, как вы видите, этот телефон у нас заряжается. Попробуем еще раз. 55, 56, 57 процентов заряд пошел. Что еще? Помимо телефонов также можно заряжать и другие гаджеты. Например, наушники, если они поддерживают беспроводную зарядку, или часы. К примеру, у меня есть часы Samsung. Сейчас мы проверим, будут ли они заряжаться. кладем их на телефон. Да, зарядка пошла. Это новая интересная функция. Я думаю, она будет очень удобна где-то в дороге, где нет возможности зарядить свои гаджеты. Например, наушники разрядились, а в телефоне заряд еще есть. Тогда можно просто положить наушники, зарядить и продолжить слушать свою любимую музыку. Чем еще отличаются новые телефоны Samsung? Это, конечно, камеры. Их теперь три. Давайте ближе познакомимся с тем, как они работают и какие возможности они нам дают. Так, мы находимся в комнате. Сейчас у нас включена основная камера. Так выглядит. Попробуем мы зум. Видите, картинка увеличивается. Картинка увеличивается без потери качества. Вернем обратно. И третий вариант широкий угол. То есть вы видите, насколько больше информации влезает у нас в кадр. Это 123 градуса. Итак, это был быстрый обзор новой линейки Samsung Galaxy S10. Более подробно и также цены вы сможете узнать через пару недель, когда телефон уже появится в продаже. Спасибо, с вами был техноблог Digitarg.